здравствуйте друзья здесь демитков юрий и сейчас я хочу продолжить тему о том как зарабатывать используя чужие деньги кредитные деньги сейчас я вам покажу пример того как я за полдня обернул сделал два оборота на сумму миллион двести тысяч рублей за полдня всего и на этом мне удалось заработать но сразу хочу предупредить что это сопровождалось рисками я постоянно там упоминаю о рисках я постоянно показываю как я эти риски уменьшал я об этом говорю постоянно предупреждаю где есть риск и где он возрастает где он не возрастает что я делал вот это это сопровождается огромными рисками в отличие от того что было в предыдущем видео там где рисков практически нет просто создаешь платформу и все вот ну вот два варианта как использовать чужие деньги для того чтобы заработать и я еще раз повторяют то это возможно ну а сейчас давайте уже к практике смотрите что я сделал в понедельник 25 ноября и почему я это делал только что вот открылась биржа к сожалению не успел я решил что газпром сейчас начнет расти и поэтому поставил вот здесь заявку и заявку я поставил аж на 500 акций я купил их с огромным плечом 500 акций это на миллион с лишним у меня куплено газпрома сейчас я ставлю стоп заявку на продажу этих 500 акций стоп лимит я ставлю вернее так если цена меньше чем до 500 252 с половиной я тороплюсь просто 252 с половиной здесь не надо торопиться если честно вот 252 500 ставлю на продажу так только что вот я их купил так 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 253 253 90 поставлю здесь пока здесь поставлю отступ от максимума пусть будет два рубля нет один так здесь значит раз два три вот все ставлю стоп заявку потому что это плечо здесь очень большой риск все я уже в прибыли давайте посмотрим сейчас уже можно поспокойнее говорить посмотрите что я сделал я купил газпром газпром меня сейчас куплен на миллион триста пятнадцать из них миллион двести тридцать девять восемьсот семьдесят четыре у меня взято в долг это деньги других людей вот она посмотрите сейчас у меня ну вот только что я открыл это дело 2245 рублей в прибыли вот сейчас смотрим внимательно здесь одноминутный график но я думаю что он сейчас вскоре и закроется я в прибыли прибыль на газпроме ну в основном это все деньги вот эти на газпроме 3500 сейчас смотрите вот сюда смотрите вот сюда сейчас и попробую не попробую короче говоря вам придется смотреть здесь я уже не успею попробовать увеличить экран вот посмотрите вот как он дергается почему я это сделал потому что по газпром были новости о том что газпром недавно продал часть своих акций и поэтому поэтому у газпрома было легкое падение вот но он часть своих а вот она вот падение да вот он свои акции продал кому он продал кому одному инвестору грубо говоря вот так вот я поднимаю take profit так потому что я хочу больше если он не закроется прямо сейчас вот значит газпром он у нас очень сильно рост сейчас вообще газпром это драйвер роста поэтому почти наверняка я считаю что почти наверняка считал что почти наверняка будет рост на открытии и собственно говоря на этот весь расчет но я покупаю с бешеным плечом поэтому ставлю на всякий случай стоп лимит снизу и take profit но где-то вот в районе там я думаю что он до 260 может вырасти но take profit я поставил чуть выше так сейчас я смотрю новость про газпром где она у меня маркет твитс кто-то спрашивал у меня какими ресурсами я пользуюсь вот здесь часть на английском языке новостей так давайте посмотрим что у нас с акциями о все они продались они продались все 500 ну соответственно я получил небольшую прибыль сейчас посмотрим какую вот я получил прибыль посмотрите они ушли вниз я могу опять купить 500 давайте купим снова 500 вот смотрите я ставлю новая заявка покупка 500 да вот здесь хорошо так все купил 500 акций опять на миллион снова ставлю стоп заявку сейчас я все просажу а ничего страшного у меня неправильно выставился только take profit но он не сработал идет на стоп лимит это крайне рискованная торговля я рассчитываю на рост но рост не очевиден абсолютно так я поставлю все таки вот здесь вот take profit 252 с половиной почему я его ставлю здесь потому что вот мне кажется ну по истории немножечко он должен дорасти до сих пор да вот видите вот это вот явно уровень сопротивления но он не идет вверх к сожалению у меня уже минус и все таки я считаю что он вверх пойдет торговля с плечом еще раз говорю крайне рискованная штука давайте включу минутный график да он сейчас вверх пойдет ну во первых по графику видно достаточно хорошо что он должен идти вверх во вторых вот здесь снизу что это у нас это вильям спорс энд рейндж индикатор который тоже показывает что должен пойти вверх но вильям спорс энд рейндж еще не дает сигнал на покупку потому что сигнал на покупку будет когда он пересечет вот эту нижнюю горизонтальную линию все я в прибыли я поставлю чуть выше стоп лимит ограничиваю убытки но я еще вот стоп лимит у меня ограничить убытки еще не ограничивает прибыли ограничивает убытки да он идет вверх ну что можно ставить еще поднимать все 500 акций куплены по 251 рубль 75 копеек 500 умножить на 10 5000 акций вот вы видите здесь 5200 позиции у меня в портфеле было 200 акций я докупил еще 5000 с плечом все я ухожу в без убыток все убытка у меня уже точно не будет потому что я его ограничил вот она стоп заявка на продажу для того чтобы это делать грамотно нужно все таки пройти обучение потому что но здесь очень-очень важно не ошибиться очень-очень важно не ошибиться очень-очень важно не ошибиться так что у нас тут это take profit я его поднимаю немножечко take profit можно и опускать и и поднимать но стоп лимит ни в коем случае нельзя опускать потому что ну вот это я так рассказываю на курсе биржа для чайников потому что иначе это не имеет смысла то есть вот он у меня стоит вот сейчас падает до если пересечет кажется что но он потом пойдет вверх не буду я его двигать то есть это очень-очень сложно себе заставить но двигать его нельзя посмотрите вот он вот у меня здесь стоит стоп лимит стоп лимит он чуть выше чем покупка чуть выше 251 77 а покупка у меня 75 если помните то есть если пересечет то значит ну идея не удалась вот и все несмотря на то что сейчас 2000 рублей в плюсе я хочу больше я хочу больше посмотрите теперь вот ленты бойлинджера посмотрите видите да как только он доходит до середины он как правило всегда колеблется куда ему идти дальше он может пойти дальше вверх может пойти дальше вниз здесь у нас это это середина как бы вот пойдет он вверх или нет сейчас увидим этот момент всегда напряженный а и вот смотримся сюда так сейчас я хочу посмотреть издалека как бы масштаб 30-минутный в 30-минутном у меня take profit стоит чуть выше чем средняя линия сдвинем к моего вот сюда чуть ниже верхней линии боллинджера смотрите вот уильямс на получасовом графике показывает что надо было брать вот здесь и он должен вырасти ну полчаса у нас есть я уже могу спокойно ждать сколько угодно потому что убытка у меня не будет так прошло немножко времени я решил изменить стоп заявку я поставил take profit вот сюда и отступ от максимума сделал 2 рубля вот и ну потому что скучно и неинтересно пускай она уже варится убытка у меня точно не будет а отступ от максимума в 2 рубля это значит что если она пересечет но скажем вот чтобы 252 плюс 2 254 вот здесь вот я поставлю вот take profit все то есть я здесь в любом случае останусь в прибыли если она пересечет вот эту линию и пойдет вниз то на 252 она даст отсечку вот ну и это отсечка будет постепенно подниматься вот сейчас 1037 ну пока рост медленный я ничего не делал вот последнее что я сделал это поменял вот здесь сейчас я попытаюсь показать да вот она я приподнял take profit поставил отступ от максимума 2 рубля то есть для того чтобы take profit сработал она должна опуститься от максимального достигнутого значения на 2 рубля вот и стоп лимит у меня стоит уже в без убытки поэтому совершенно спокойно можно просто уйти и заниматься чем угодно потому что ну 2 рубля в принципе это много конечно но вот так у меня вот смотрите 250 и 252 вот какой диапазон должна пройти наверное многовато наверное давайте сделаем руб 40 где-нибудь сейчас я поменяю да ну и пойду позавтракаю вот только что произошло интересное событие посмотрите цена газпрома дошла до take профита у меня в плюсе уже 11 тысяч четыреста двадцать семь рублей и take profit включился сейчас я вам покажу что значит включился включился расчет ой он даже не включился вот включился расчет все видите заявка take profit стала зеленой и она в расчете значит вот активно рассчитывается что это значит то значит что она будет таком состоянии до окончания сессии до насколько я понимаю 18 45 может быть закроется в период 14 часов там промежуточная утренняя сессия заканчивается я не помню но скорее всего нет вот и посмотрите на эту заявку у нее я поставил рубль 40 то есть если цена упадет на рубль 40 от своего максимального значения максимальное значение было вот на настоящий момент хай 254 20 минус рубль 40 значит 250 280 сейчас будет минимальное значение когда она закроется это примерно вот здесь вот ну и эта планочка будет сама по себе подниматься но уже в течение дня завтра это заявочка снимется 18 45 она уже не будет работать поэтому она должна закрыться до этого а по пока растет я могу спокойно отдыхать и заниматься своими делами вот ну и пока растет давайте переключимся что у меня с нотами в прошлый раз я говорил что я открыл на очередную ноту вот она наконец-то открылась смотрите что у меня с нотами а с нотами у меня все как бы идет к тому что все мои ноты закроются ну пока кроме одной вот я вижу все мои ноты закроются в первый же период наблюдения вот посмотрите вот эта нота открыта первый период наблюдения будет вот у у этой ноты двадцать девятого ноября осталось уже совсем немного сегодня двадцать пятая и смотрите раз-два-три-четыре все четыре акции находятся выше чем ноль выше чем начальная цена поэтому судя по всему вот эта нота будет закрыта осталось четыре дня здесь ждать недолго при закрытии ноты возвращаются все деньги и плюс выплачивается купон и можно заново открывать вот эта нота открыта позже по моему тридцатого ноября она открыта я уже не помню сейчас сейчас можно посмотреть кстати вот сейчас мы посмотрим когда она открыта вот она дата открытия 8 ноября она открыта 8 ноября но здесь самая нижняя акция значит восьмого декабря будет по этой ноте первый период наблюдения и соответственно здесь и у меня кто из них сейчас рост нефть насколько я понимаю до рост нефти сейчас в небольшом минусе вот если она прямо сейчас закроется то я получу только купон и нота продолжит свое действие вот здесь всего видим раз два три акции почему их три потому что четвертая из них это яндекс он улетел тузе мун что называется вот уже на 18 процентов вырос с тех пор ну вот так и я еще открыл одну ноту я надеялся что вот эти же инструменты только в другой подачи они немножечко другие нота открылась только что но и все инструменты дружно уже ушли вверх дружно ушли вверх то есть эта нота которая открыта 29 октября скорее всего закроется и та которая открыта буквально вот 22 ноября ну 22 декабря первый период наблюдения закроется или нет у них еще есть шанс упасть и у этих шансов упасть уже но у кого тут есть шанс упасть нлмк вряд ли у сбербанка есть шанс упасть вот поэтому здесь такое дело вот ну что возвращаемся к газпрому мы продолжаем лететь вверх потихонечку ничего страшного не происходит вот но я останавливаю посмотрим что будет дальше ну вот прошло еще немножко времени смотрите что я нарисовал я нарисовал я сделал отступ от максимума рубль сорок я нарисовал вот такой прямоугольничек у него высота как раз рубль сорок и максимум вот он поэтому максимум повысится прямоугольничек повысится если цена перескочит пересечет нижние нижнюю границу прямоугольничка то сделка будет закрыта вот так сейчас работает под почему она так работает потому что работает режим расчета вот он рассчитывается видите я немного прозевал он еще немножечко подрос теперь вот так выглядит это дело напоминаю что если он вырастает выше верхней границы то прямоугольничек поднимается если опускается ниже то сделка закрывается ну вот прошло немножечко времени еще я поднимаю мой прямоугольничек но он сам поднимается на самом деле я только двигаю просто для того чтобы видеть смотрите take profit стоял вот здесь а сработает он вот здесь ну и чем дальше он будет подниматься тем выше будет подниматься нижний край вы понимаете смотрите сейчас 12 часов 23 минуты вот он постоянно растет на газпром но давайте посмотрим на получасовой график посмотрите на получасовом графике он дошел до верхней части ленты бойлинджера и с большой вероятностью пойдет опускаться вниз сейчас вот поэтому я что сейчас хочу сделать вот давайте посмотрим что сейчас произойдет смотрите сейчас заявка рассчитывается вы видите и он у максимумов да я беру и стоп лимит повышаю но куда-нибудь вот сюда вот так смотрите мень меняю об она зарегистрирована но дернулся вниз а теперь смотрите какая ситуация парадоксальна стоп лимит находится выше чем тейк профит а тейк профит все равно ниже остался поэтому он сейчас дернулся вниз и расчет происходит то есть если он пойдет дальше вверх то вот этот вот нижняя граница будет повышаться и если она повысится больше чем стоп лимит то пойдет вверх если нет то стоп лимит сработает понимаете как интересно вот какая ситуация ну если смотреть на график получасовой то думаю сейчас он будет опускаться вот получасовой график поэтому я закрою к наверно эту сделку вот таким образом вообще сниму стоп заявку и закрою и поставлю на продажу вот по этой цене 500 уже вручную вот моя заявка сейчас стоит первая в стакане цен кто то еще поставил там там очень много покупают я не буду ее опускать сейчас подскочит я думаю вовсе не факт уже так нет подскочит видите 5000 с лишним было на покупку заявок то есть очень сильное сопротивление ну все я продал зафиксировал прибыль прибыль дня у меня 13212 я думаю чуть больше но не знаю не факт сейчас посмотрим какая прибыль у меня вот один процент 2 рубля 67 копеек умножаем на 5000 до примерно 13000 вот в принципе я считаю нормальный результат глядя на получасовой график я думаю что он пойдет вниз примерно до 250 42 но в общем сказать лучший враг хорошего я сделал свою торговлю сегодня ну а сейчас я хочу сказать уже из будущего что произошло дальше в тот день ну посмотрите вот сейчас вы видите на экран возвращаясь в прошлое вот зеленые линии я отметил уровень 254 51 на котором мы в тот день завершили торговлю она немножечко упала потом пошла в рост выросла то есть я немножечко рано закрыл но ничуть не жалею потому что лучший враг хорошего посмотрите что дальше произошло вот это пятиминутный график вот посмотрите вот он тут дальше немножечко поколебался еще еще выше вырос до 257 вот опять здесь нервы надо я уже больше этим не занимался потому что смотрите здесь уже вот объемы уже не те были продаж поэтому это во первых во вторых ну по опыту уже знаю что как только хочешь дальше то в общем сказать пролетает все вообще вот все что заработал вот здесь дальше он пошел 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 и пошел вниз то есть я ничуть не жалею что я в тот день завершил да это уже на следующий день он пошел вниз вот зачем дергать как бы судьбу за хвост вот этот рост мы словили вот ну и собственно говоря примерно такой же рост был еще на сказать как бы ну на следующий день но на следующий день я уже этим не занимался потому что объемы уже не те вот что произошло тот раз и еще раз хочу сказать что ну во первых лучший враг хорошего во вторых самый главный урок который я хотел бы еще раз напомнить что нужен опыт во первых нужны нервы иметь и самое главное что нужно это знание это умение это надо уметь выставлять вот эти самые заявки просто на уровне автоматизма и вы видели что ну я этим занимаюсь очень очень долго и тем не менее даже здесь вы видели что я допускал ошибки но они были несущественные и никак не повлияли на результат то есть я там take profit просто не просмотрел что он неправильно встал он автоматически встал вот то есть смотрите еще раз для того чтобы этим заниматься во первых здесь большие риски а чтобы этих рисков не было нужно что нужен опыт нужны знания и здесь есть очень очень много подводных камней о которых я рассказываю на своем курсе биржа для чайников это понятно и те кто даже прошел курс значит просто это как бы ну надо нарабатывать 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 чтобы эти вещи были до автоматизма а когда просто вот мы начинаем в будущем уже сидеть смотреть и вдруг начинаются какие-то очень очень серьезные движения ну так называемый черный лебедь то есть вот что-то внезапное неожиданное происходит а мы обладаем всеми инструментами для того чтобы извлечь из этого пользу вот сейчас я читаю просто книгу черный лебедь насима талиба который просто на этом разбогател именно потому что он воспользовался вот такой ситуации которая неожиданная совершенно он был готов к ней и воспользовался и все поэтому друзья мои для того чтобы зарабатывать используя чужие деньги ну надо иметь огромный опыт по-любому и знания и потому что здесь и риски огромные чтобы их избежать я об этом обо всем рассказываю на своем курсе биржа для чайников записаться на него вы можете вот пожалуйста ссылочку либо в левом верхнем углу вы видите значочек и пожалуйста нажимаете либо в описании к данному видео там ссылка на мой сайт демитков юр точка ком там выбирайте вариант курса биржа для чайников изучаете и после этого вы уже будете знать массу всего чего то есть вы можете проскочить скажем три года моего опыта а потом уже пробовать пробовать и потихонечку по нарастающей уже что-то делать я там начинаю с очень надежных инструментов а без опыта без знаний без без труда что называется у вас не получится ничего на этом все нажимаем на кнопочку спасибо за внимание с вами был демитков юрий